Хей йоу! Всем шар! Это первый выпуск новой рубрики «Как это сделано», в которой мы с вами будем воспроизводить интересные механики из популярных игр, стараясь максимально приблизиться к оригиналу. И сегодняшним героем стала одна из лучших игр 2023 года, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, а именно способность возврата времени, называемая After Reverse или Recall по-английски. Благодаря ней можно обратить течение времени для определенного объекта вспять, при этом остальные предметы и существа будут двигаться в реальном времени. Для воспроизведения данной механики на Unity нам определенно понадобится план, поэтому давайте разберемся, как мы будем действовать. Эта механика довольно комплексная и тяжелая, поэтому я решил сэкономить ваше время и распределить нагрузку. Мы разобьем реализацию автореверса на три логических части. Создание необходимых эффектов, реализацию логики и воссоздание игровых ситуаций. На каждую часть я отведу отдельное видео, чтобы подробно изучить каждый аспект и не просто приблизительно узнать, как делается та или иная вещь, а действительно прокачать свои навыки и в дальнейшем использовать полученные знания у себя в проектах или полноценно перенести созданную механику в свою игру. Дату выхода каждой части вы сейчас можете видеть на экране, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить их, а также поддержите видос лайком и комментарием за старания. Более того, каждое видео из рубрики будет сопровождаться полным комплектом необходимых материалов, а также по завершении создания способности я выложу полноценный проект, который вы сможете использовать для изучения или переиспользовать в своих целях. Все материалы я буду выкладывать в своем телеграм-канале по ссылке в описании. На данный момент там уже есть несколько полезных реализованных проектов, а также бесплатные материалы для обучения разработке игр. Поэтому заходите и вступайте в наше геймдев-сообщество. Сейчас же мы с вами в обзорном формате рассмотрим, какие именно шаги нам предстоит сделать для полноценной реализации механики из ААА-игры от Nintendo. Если посмотреть на активацию способности, то сразу же можно заметить множество различных эффектов. Именно с них мы и начнем, ведь нельзя отрицать важность визуала при создании игр. Да, есть некоторые простые вещи в виде партиклов от руки, например. Но есть и гораздо более интересные и сложные эффекты в виде перекрашивания экрана в серые тона, выделения нужных объектов особым образом, расползания ауры энергии по поверхности ближайших предметов и многое другое. Со всем этим нам предстоит встретиться. Начать я решил с самого главного — эффект выделения объектов. При активации способности все предметы, на которые можно подействовать, подсвечиваются желтоватым цветом с расползающимися и постепенно пропадающими и появляющимися полосками. А при наведении и активации способности эффект ослабляется. Для воспроизведения подобного поведения я сделал обычный шейдер в шейдерграфе. Самым главным элементом тут является сочетание градиентного и вороновых шумов. С помощью стандартной процедуры пропускания шума через ноду Step, ну или в этом случае Smooth Step, у меня получилось добиться появления полосок на объекте. А скомбинировав шум с несложной синусоидальной функцией, мне удалось достичь эффекта пропадания и появления. В итоге вот так будут выглядеть подсвеченные и выбираемые объекты. Как по мне, получилось довольно похоже. И еще раз напомню, что подробно и с объяснениями мы будем разбираться в этом в следующих частях. Далее идет одна из самых важных визуальных частей. Это эффект перехода к оттенкам серого при активации способности. Это довольно интересная задача, для которой понадобилось использовать возможности переопределения рендера, которые предоставляет Unity. Тут есть сразу несколько непростых моментов. Во-первых, в игре при переходе к оттенкам серого, сам персонаж и объект активации вместе с траекторией остаются в цвете. То есть первая мысль, которая возникает, нужно их рендерить уже после наложения эффекта. Однако при этом возникает другая проблема. Если рендерить объекты после обработки экрана шейдером, то они вылезают поверх границы, что выглядит очень плохо. Поэтому я принял решение разделить шейдер для этого эффекта на две части. Переход к оттенкам серого и отдельный рендер границы. А между ними будут рендериться объекты, которые должны сохранить свои цвета. Получится некая слоистая структура, как в фотошопе. Для перехода цвета я сделал полноэкранный шейдер, в основе которого лежит распространение эффекта по окружности относительно задаваемой точки, а также перекрашивание внутренней части экрана в оттенки серого по незамысловатому алгоритму. Достаточно лишь каждый канал цвета пикселя экрана перемножить с коэффициентами, которые в сумме дают единицу. А далее сложить и засунуть в результирующий вектор цвета. Искаженную границу, как в игре, удалось получить благодаря наложению на это дело текстуры шума. И кстати, в следующем видео я приложу большой пак с текстурами шума на любой вкус. В итоге получился такой эффект. Как видите, граница тут пока никак не обрабатывается, поэтому она черная. Для границы же был сделан похожий шейдер, но там внутренняя часть не перекрашивается, а также выделяется граница и раскрашивается в нужный цвет. То есть общая задумка вполне простая. Осталось только настроить три фича в настройках URP рендерера и выставить им правильную очередность для обработки. Первая фича отвечает за отрисовку переходного эффекта. Следующая за рендер определенных слоев, на которые мы и будем помещать интересующие нас объекты. А последняя отвечает за рендер границ. В итоге мы получаем следующий результат, который, согласитесь, почти один в один, как в зельде. Еще одна довольно интересная вещь — эффект распространения энергии вокруг линка при использовании способности. Как вы можете заметить, это не просто партиклы, энергия ползет именно по всем поверхностям вокруг главного героя. Поэтому с этим тоже надо было повозиться. Самая сложная часть шейдера заключалась в нахождении способа преобразовать позицию экрана в мировые координаты. Однако на просторах интернета уже решили данную проблему следующим набором нот. Конечно, итоговый шейдер получается немного больше, но с этим разберемся позже. Главное, что в итоге получился следующий довольно крутой эффект, и заметьте, он распространяется именно по поверхностям окружающих объектов. Это именно то, чего и хотелось. Это были самые основные вещи, с которыми нам предстоит познакомиться для воссоздания желаемого визуала. Но нас еще ждет создание прозрачной траектории вместе с отметками из контуров объекта. Вместе мы найдем и настроим крутой аутлайновый шейдер для обводки, и также добавим пару простых партиклов. А сейчас я бы хотел двинуться к следующему логическому шагу. Эффекты, безусловно, важны, но они бесполезны без сердца любой механики — кодовой составляющей. Я постарался воспроизвести способность, сделав удобную ее настройку и использование в проекте. Кроме того, постарался сделать некоторые оптимизации кода и задействовать новую систему ввода, зенжект, анимации и синемашин, чтобы получить желаемый результат. Для начала я сделал простенький контроллер персонажа от третьего лица и отдельный компонент для управления виртуальной камерой, предоставляемой синемашин. Конечно, это не прямая составляющая механики, но хотелось бы иметь именно персонажа, который будет использовать способность, а не просто экран с предметами. В итоге получился довольно удобный и комфортный способ управления. Далее надо реализовать саму механику отмотки времени. Причем надо было сделать это довольно гибко, ведь каким-то не физическим объектам надо записывать только позицию с поворотом, а физическим, например, скорость. Поэтому я сделал базовый абстрактный класс Recorder, который занимается записью каких-то значений, определяемых дочерними классами, в буфер. Для оптимизации я ограничил емкость буфера для записи количеством времени, на которое может отматывать способность. А также решил, что будет неплохо, в принципе, уменьшить количество записываемых точек и восстанавливать промежутки с помощью интерполяции. Со всем этим нам также предстоит ознакомиться подробнее в будущем. Естественно, далее надо было написать классик для использования самой способности. У нее я выделил несколько методов для начала использования, отмены и принятия при выборе нужного объекта для отмотки времени. Можно было, конечно, разбить это дело на состояние, но я решил, что применение данного паттерна тут не сильно необходимо. И также решил не упускать возможность использовать событийную модель и паттерн-медиатор, чтобы отвязать всякие визуальные и побочные эффекты от логики выполнения способностей. Подробнее реализацию мы разберем в соответствующей части видосов. Однако, если вы хотите прокачаться в разработке архитектуры игр, подробно изучить паттерны и внедрение зависимостей, то советую вам ознакомиться с моим курсом по ссылочке в описании. Места на шестой поток уже закончились, однако информация о следующем потоке появится в ближайшее время в моем телеграм-канале, так что следите за новостями. Кроме всего прочего, при активации способности необходимо было отключать управление персонажем, паузить все окружающие объекты, но при этом оставлять возможность управлять способностью и воспроизводить анимации и эффекты. С первым очень сильно помогла новая система ввода, которая довольно гибко и удобно помогает настраивать и отключать отдельные модули управления. Просто при срабатывании событий каста я отключал и включал нужные карты действий, не прикладывая каких-то дополнительных усилий. А со вторым помогла гибкая реализация паузы, которая, кстати, тоже подробно разбирается в одном из многих кейсов на моем курсе по архитектуре игр. Суть в том, что мы точечно выделяем все объекты, которые надо запаузить, и предоставляем им самим возможность обработать то, как нужно реагировать на паузу. Перестать двигаться, остановить анимацию, запись позиций или что-то еще. Такой подход помогает избежать проблем, которые приносят нам просто выкручивание таймскейла в ноль. Для отображения пути я использую лайн-рендерер, и с определенным интервалом ставлю модельки объекта. Естественно, при отматывании времени надо обновлять траекторию, поэтому я подписываюсь на события восстановления позиций объекта, и при каждом отматывании позиции проверяю, нужно ли удалять созданный контур объекта, и уменьшаю количество точек в траектории. Общая идея довольно проста. На самом деле я провел еще некоторую работу, чтобы связать все эффекты и компоненты нашей системы, но сейчас не буду подробно об этом рассказывать, чтобы не затягивать видео. Главное, что в итоге мы получаем полноценно работающую механику, которая довольно сильно напоминает оригинальный автореверс из игры The Legend of Zelda. Сейчас вы можете видеть на экране итоговую работу, однако к моменту выхода подробных частей этого выпуска некоторые моменты могут улучшиться. Два предыдущих шага довольно важны, однако все это делается ради последнего, самого веселого шага, создания различных игровых ситуаций с помощью созданной механики. В последней части мы попробуем высоздать один из прикольных моментов трейлера, где огромным шипастым шаром враги раскидываются направо и налево. Для этого нам надо будет плотно поработать с рэкдоллами, кроме того враги должны не только смешно падать, но и подниматься. Также реализуем пару головоломок из Зельды, основанных на этой механике. Будем перемещаться по платформам назад во времени, пытаться высоко забраться с помощью нескольких объектов и некоторые другие интересные вещи. И как итог вы получите не только опыт и интересное времяпрепровождение, но и круто реализованные механики в свое портфолио, что как по мне невероятно круто. В заключение хочу сказать, что создание подобного рода проектов на YouTube довольно тяжелая задача, на которую тратится много сил и времени. Поэтому попрошу поддержать это видео лайком и подпиской на YouTube и Telegram каналы, а также комментарием, чтобы я знал, что делаю это не зря. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.